Олег, доброе утро. Доброе утро. Олег, скажите, пожалуйста, вы действительно можете с помощью своих методов лечения, диагностики и профилактики сделать женщину счастливой? Ну, в какой-то степени. Я же не муж, мне женщина, чтобы я за всем счастлива. Я думаю, что вот это самая главная мысль. Только хороший муж может сделать, за хорошим мужем женщина может быть счастливой. И тем не менее, что нужно сделать для того, чтобы нормализовать женский гормональный фон? Ведь, к сожалению, к огромному сожалению, сейчас огромная-огромная проблема. Несколько советов. Первый совет. Курение очень сильно снижает гормональный женский фон. Надо стараться поменьше курить. Я вас сразу перебью. И мужской гормональный фон, и мужскую потенцию, что тоже приводит к нарушению женского счастья. Да, да. Дальше. Второй совет. Можно сливками по утрам, по вечерам обтирать зоны придатков, вот эти вот зоны. И по утрам также сливки пить. Они очень сильно повышаются. Сливки крови и сливки? Конечно. Вершки украинскую муру. Да. То есть, они очень сильно повышают гормональный фон. Также, если у женщин нарушен цикл сильно, я советую такой метод. Взять ветки сирени и привязывать на запястье правой руки и правой ноги с 6 утра до 12 дня. Или как она встанет до 12 дня, вот носить эти ветки свежие, потом выбрасывать и новое одевать. Сирень должна свисти или это просто не имеет значения? Просто ветки без веточек. Это очень сильно помогает. Следующий совет. На ночь надо пить горячее молоко с медом. Это тоже сильно улучшает... Количество? Ну, стаканчик. Стаканчик. Это сильно улучшает гормональный фон. Не нужно поздно ложиться спать, потому что ночью под влиянием луны гормональные функции женщины улучшаются. Если она, допустим, в час, два, три ложится спать, то у нее эти функции, наоборот, нарушаются, ухудшаются. Дальше нужно есть сладкую пищу с утра. Если женщина, допустим, все свои сладости с утра съедает, то в этом случае она улучшает свой гормональный фон. Но если она вечером ест сладкое, то происходит все наоборот. Она начинает поправляться. Вот, я только хотел сказать, ведь женщины... Скажите, Олег, а если женщина с утра съедает сладкое, это не ведет к увеличению? Нет, нет, нет. Это, наоборот, ведет к тому, что у нее все восстанавливается. Дорогие женщины, вы видите, все-таки диета – это не запрещение сладкого, а просто изменение ритма употребления сладких. Да, можно сколько хочешь сладкого с утра есть женщине, потому что женщина без сладкого не может быть, потому что женские гормоны на сладкой пище живут. Вот, она должна сладкого наесться с утра и ни в коем случае не есть вечером, и чуть-чуть можно в обед. Это тоже такой вот совет. Скажите, пожалуйста, Олег, вот вы говорите все время увеличивает, увеличивает фон. Скажите, пожалуйста, ведь есть женщины, у которых, наоборот, слишком много гормонов, их необходимо несколько снизить. Есть женщины, у которых мало гормонов. То есть, это можно говорить просто об улучшении и нормализации. 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 Потому что сладкое как раз, когда женщина ест на ночь, вот у нее тогда и перебор получается по эстрогенам. Скажите, пожалуйста, ведь женщины очень многие, к сожалению или к счастью, принимают гормональное лечение какое-то, скажем, противозачаточные, внутриматочные спирали с гормональными добавками, которые считаются на сегодняшний день самыми надежными контрацептивами. Гормональные пероральные контрацептивы. Скажите, пожалуйста, можно ли применять ваши методы лечения и профилактики вместе с вот этими... Конечно, можно, даже нужно, потому что все эти гормональные препараты, они все равно как-то портят женское здоровье. И чтобы его улучшить, надо применять мои методики вот эти вот. Скажите, пожалуйста, любую женщину, в общем-то, интересуют методы контрацепции. Можете ли вы что-то, как специалист по восточной медицине, потому что, видите, в восточной медицине применяется все, ну, достаточно оригинальное, скажем, вы рассказывали вот о лечении, там, сливки втирать, пить молоко с медом. Во-первых, это вкусно, во-вторых, это, ну, достаточно дешево веточку сирени срезать, ну, и будем надеяться, что это эффективно. В отношении контрацепции. Вы знаете, сливки с медом, наоборот, зачинать помогает. Ага, значит. Если бы это такая информация была, наши ученые бы давно бы это схватили. Я понял, да, это действительно... А как контрацепция что-то можно использовать? Ничего нового. Нет, нет. А, хотя, извините, наверное, восточная медицина, она, ну, против, ведь вы говорили о том, что, скажем, вегетарианство, не убей, и так далее, и так далее. Вы знаете, это факт, что любой аборт приводит к миомам, и возрастает риск рака матки у женщин намного выше. Поэтому это факт, что лучше аборты не делать. То есть, в этом плане, да. То есть, мы говорим не только о морально-этической стороне этого вопроса, но и о чисто медицинской. Ну, да. То есть, во всех отношениях это плохо. Ну, поэтому надо как-то выживать. Что делать? Совершенно справедливо. Огромное спасибо, Олег. Я думаю, что, во-первых, с одной стороны, мы сделали очень много счастливых женщин сегодня. А если рядом с тобой счастливая женщина, то всегда, наверное, счастлив и мужчина. Поэтому мы помогли абсолютно всему населению Украины, которое нас сегодня слушало. Огромное спасибо. Спасибо, Виктор.